Всем привет, друзья! С вами Корвид, мы находимся в новиночке, игра под названием Anvil Saga или Saga Anacovale. Здесь мы будем играть за кузнеца, который открыл свою маленькую кузницу и будем эту кузницу с вами развивать. Вот, игра, это полустратегия, полу-РПГшка, в общем, должно быть максимально интересно. Игра на русском языке, потому что игра от русского разработчика. До этого я снимал игру Life is Hard, когда-то давно она была у меня на канале, и вот это тот же самый разработчик, то есть у него уже есть опыт в подобных играх, и поэтому я думаю, что игра будет достойная. Здесь полностью она на русском языке, это огромный плюс. Сейчас эта игра доступна в Стиме в демо-версии, у меня вроде бы не демка, у меня вроде бета-версия, то есть игра, ну, типа полная, можно будет поиграть подольше, чем в демке. Если вам зайдет, и вы меня поддержите, будем продолжать. Давайте начинать игру и смотреть, что тут и как. Сюжет и песочница. Ну, давайте сюжет начнем. Вот так, держи молот крепко, размахнись и бей по заготовке. Говорит нам отец. Сын, получается. Я никогда не стану мастером, как ты. Послушай, когда мы с твоей мамой приехали во Францию, у нас не было ни гроша, только огонь в глазах, да мои старые инструменты. Совсем-совсем ни гроша. Разве что пара таллеров. Рассказчик. Так, это Артур, герой вашей истории и главный персонаж. Он с детства помогает отцу в кузнице, но у него неплохо получается заниматься любым ремеслом. Вы можете управлять камерой и клавишей ВСД. Так, у нас есть небольшое обучение. Бля, такие лошади. Ха-ха, вообще конец. Вы можете управлять камерой, так, это понятно. Колесико мыши можно, ага. Артур, сынок, сделай несколько слитков в печи. Нам предстоит много работы сегодня. Чтобы выполнять заказы, вам потребуются слитки. Слитки выплавляются из руды. Так, ну давай, хорошо. У нас есть печка. Нажимаем ПКМ. И начинаем плавить слитки. И сколько нам этих слитков плавить? Так. Как правило, из одного куска руды выплавляется один слиток. Кузнец будет изготавливать слитки один за другим, пока руда не закончится. Отлично, сын. Иди переверни табличку. Мы открываемся. Так, пойдем перевернем табличку. Видишь, идет к нам. Принимай заказы. Я погляжу, не бойся, все получится. Ха-ха, идет такой. Зачем же ты идешь, интересно? За лопатой, наверное. Ваш первый заказчик. Посмотрите на окно заказа. В нем указаны сами предметы, ресурсы, необходимые для его создания и награда. Так, ему нужны гвозди. Примените заказ, нажав на зеленую галочку. Так, принимаем заказ. Люди не будут ждать вечно. Они уйдут, если их терпение кончится раньше, чем заказ будет выполнен. Если заказчик уйдет, денег ты не получишь, но и потеряешь ресурсы. А, но и не потеряешь ресурсы. Однако заказчик может потерять уважение к твоей мастерской и рассказать об этом другим. О, интересно. Приместите персонажа к наковальне с помощью ПКМ, чтобы начать ковать изделие. А он, получается, делает сразу автоматически гвозди? Так, отличная работа, сынок. Ушел с мешком. Видимо, я ему сделал гвозди. Смотри, это Финли. Они каждый год выбираются сюда на ярмарку всей семьей. Юная леди рядом с ним, его дочь Оливия. Тот кузнец из Гасконии. Да, судя по выражению лица, моя ковка пришлась ему по душе. Оскар, и ты тут. Здравствуй, спасибо за инструменты. Да и сбрую ты сделал, что надо. Рад видеть тебя на ярмарке. Какими судьбами, Финли? Дочери, свой подарок хочу сделать. Она у меня красавица. Сделай ей брошь. Ой, красивая. Давай. Время от времени вам придется совершать выбор, влияющий на дальнейшие события истории. Сейчас вы увидите один из них. У каждого из вариантов есть шанс успеха и неудачи. Внимательно изучайте их. Изменить выбор у вас не получится. Кузнец заказал брошь для своей красавицы-дочери. Отец как раз привез с собой драгоценный камень для перстня барона. Может, я найду ему лучшее применение? Так, я могу либо в перстень, получается, либо в брошь. Давай, девочки, брошь сделаем. Немножко порадуем ее. Сделать простую. Инкрусировать драгоценный камень. Да, давай сделаем. Вот так. 80% шанс успеха. Ага. Ну хорошо, пускай, допустим. Изготовить брошь с камнем. Нажимаем ПКМ. Погнали изготавливать. То есть у нас есть печка, где мы что-то плавим. И именно сама наковальня, где мы как раз-таки делаем предметы. Пап, все готово, вот. Молодец. Вот, все готово. Красота, не правда ли? Дай-ка... Да, это просто превосходная работа, гляди. Бог мой, это просто чудо. Спасибо вам огромное, пап. Смотри, как переливается на солнце. Ну, дружище, ну ты даешь. Вот мне опаску плюс доплатить. Держи теперь, я вас всем насоветую. Золотые руки. Тут еще кто-то пришел, смотри. Какой-то челик важный, такой деловой. Ну и что дальше? Так, ну вот, ребят, я перезагрузил. Еще раз до этого момента дошел. И вроде сейчас все пошло. Здравствуйте, кузнец. Все, трудишься? Да, потихоньку. Сын вот помогает вовсю. Где-то уже даже меня превзошел. А похож, похож. Ну что, сделаем перстень. Сказать, что камня нет. Ставить в перстень обманку. Давай скажем, что камня... Давай скажем правду. Что камня нет у нас. Хотя получается тогда, что он очень сильно разозлится, да? Здесь он вспыльчивается, он меня убьет. А если мы сделаем, что там камень, 30% шанса... Ну ладно, давай камень пускай будет. Получится ли? Не знаю. А эти еще тут стоят, смотри. Не уходят. Ты что-то намудрил? Ладно, разберемся. Тут это... Готов перстень. Ну давай посмотрим. Ага. Так. Сдается мне... Не мой это камень, так? Камень я подменил. Вот паршивец, но хоть скрывать не стал. Ты перстень испоганил. Эй, меч свой дай ему люлей. Дуэль, извоитель? Я проучу этого наглеца. Я не... Бери меч в руку, вставай напротив, засранец. Не бойся не насмерть. Но проучу тебя как следует. Мы драться будем сейчас на меча. А, он сам типа терется, понял. Ух, ну и отделал ты меня, щенок. Ладно, дерешься ты умело. Черт его знает как, но дерешься умело. Значит, и правда твоя без с ним, с этим перстень. Новый камень пришлю, сделаешь без доплаты. Да, побыстрее. И квиты, понял? Фух, да чего ж тут не понять. Понял я, понял. Бывай, я отцу передаю, чтобы глаз да глаз за тобой. Кажется, нам пора собираться домой. Время закрывать прилавок. Закрытие прилавка даст понять посетителям, что заказы больше не принимаются. Но те, чьи заказы ты уже принял, останутся. Нажмите на табличку, чтобы закрыть. Чтобы прекратить поток клиентов. Ну, я нажал. Все. Поехали, сынок. Поехали. Фух, пронесло нам с этим бароном. Повезло. Так, опять у нас, да? Багуля. Опять у нас Багуля. Опять что-то, что-то, что-то пошло не так снова. Отец, как ты думаешь? Я и Оливия, мы можем подружиться? Мы птицы долгого полета, сынок. Но в купеческой семье жениха судят по толщине кошелька. Не вешай нос, все в твоих руках. Слова отца, вы увидели меня. Нравственно, это бич и основа нашего общества. Однако искренняя улыбка и очаровательный взгляд дочери купца отозвались в моем сердце щемящим чувством. День народных гуляний подходил к концу. Мы собрали наш скарб и отправились во Свояси. Это была последняя ярмарка, на которой мне удалось побывать с отцом. Болезнь крепко взялась за него, и он с последних сил передавал мне свои знания и умения, едва удерживая молот дрожащими руками. Мне не осталось ничего, кроме как стать гордостью своего отца достойным подмастерьем. У вас есть небольшой домик и кузница. Немного, но всегда с чего-то надо начинать. Тут и начинается ваш путь к славе, богатству и сердцу любимой девушки. Но это все ждет вас впереди, а пока разжигайте горн. Правбы сдуть пыль с отцовского молота. Посмотрим, что я вообще помню еще. Так, теперь мы с вами выросли, теперь мы стали больше. У нас есть свой собственный домик. Вспомнить былой. Выполните 5 заказов. Есть кровать, а где, подожди, наковальня. А, вон, вижу, все. То есть это у нас наш, получается, домик, да? А вот здесь мы именно работаем. То есть тут у нас стоит наша печка, наковальня и все остальное. Окей. У нас пока один персонаж. В будущем, я так понимаю, у нас будут персонажей больше. Вспомнить былое. Так, что у нас еще здесь имеется? Есть руда. Есть слитки, которые делаются, собственно говоря, из этой руды. Это будут в следующей версии игры какие-то штуки. Талеры у нас есть, деньги. От уровня престижа это у нас престиж. Понятно. Вот это что такое? Ваши... А, это у нас отношения с различными фракциями. То есть тут есть фракции, для которых мы будем делать что-то. Вот, и пока мы это будем делать, у нас будут улучшаться отношения. Понимаю. Открыть книгу способности фракции. О, это мне напоминает героев меча и магии. Так, что тут еще? Меню строительства. О, здорово. То есть можно прям много чего тут отстраивать, застраивать. Меню покупок. Можно покупать руду, потом из нее делать слитки. Ну, в принципе, это тоже вполне понятно. Есть еще какая-то еда. А вот только еда непонятно для чего нам нужна. Продукты для готовки. Может быть, мы здесь еще будем готовить и еду. Меню найма позволяет нанимать новых работников. Хорошо. Журнал заказов. То есть тут можно заказы будет просматривать. Понимаю. Хорошо. Так, ну, вроде бы все понятно. У нас сейчас лето. Пойдем, наверное... Хотя солнце уже садится. А где-то день-ночь у нас показано. Я не вижу день-ночь. Наверное, исходя из неба надо это понимать. Не знаю. Ладно, давай сделаем еще немножко слитков. Включить режим автоматической работы. А если его включить, что будет? Выключить режим автоматической работы. Ну, он, типа, будет просто постоянно делать слитки, если его так оставить. Да он и так, вроде бы, должен постоянно делать слитки. Ну, вот, видишь, он и так, получается, постоянно делать слитки. В чем тогда смысл? Непонятно. А, вот у меня показатель еды. Запас сытости вашего работника. Запас энергии. Запас здоровья. Уровень навыка кузнечного дела. Жди следующей версии игры. Тут, видимо, будет какой-то навык драки. Может, ну, типа, владения оружием, скорее всего. Уровень навыка добычи руды. Уровень навыка сражения. А, ну, вот у нас уровень навыка сражения. Базовый набор инструмента. Окей. Ну, давай попробуем. Хотя уже ночь. Я не знаю, ночь кто-то придет к нам? Нет? Если открыть, допустим, лавку. Какие-то предметы у меня есть. Но, вроде бы, никто не приходит. Наверное, потому что ночь. Хотя нет, смотри, идет кто-то. Дядька, ты ко мне идешь? Еще дядька идет. Так, ему нужна цепь. Принять заказ. За 9 монет я могу ему сделать цепь. Деда, а тебе что? Тебе тоже цепь? Сейчас сделаем. Погодка-то так себе, говорит нам дедушка. Так, бритва нужна и еще одна цепь. Но у меня, вроде бы, ресурсов на все это дело хватает. Поэтому мы все это дело принимаем. Давай, сделаем первый заказ. Тут, видишь, у каждого есть время. Нужно успеть, получается, сделать заказ за это время. У вашего персонажа появилась новая черта. У персонажа могут появляться негативные и позитивные черты характера. Каждый из них добавляет свою особенность в поведении персонажа. Обращайте внимание на описание особенностей и подбирайте максимально эффективные занятия для каждого работника. Так. Работник внимательно работает с печью. Выплавка слитков не тратит труду с шансом в 20%. Прикольно. Пацифисты. Работник отказывается выполнять заказы для солдат и рыцарей. О, как. Ну, пока у нас приходят только обычные крестьяне. У меня кончаются слитки. Надо выплавить еще немного в печи. Отправьте Артура к печи при помощи ПКМ. Ну. А у меня нет руды. Подожди. Давай купим руду. Это типа одна руда. Это пять штук. Сразу купим максимально. За 36 монет. И где она? Типа мне ее должны привезти? Потому что деньги это я потратил. Курьер сейчас занят. Подождите, пока он вернется. Горячая клавиша Е. Курьер занят. В смысле, блин, занят? Ты че, блин? У меня тут люди стоят. Ай, блин, разозлился человечек. Ну, ладно. Придется, видимо, ждать до утра. Скорее всего, он придет. А, вот он, видимо, пришел, да? Следите за энергией вашего персонажа. Уставший персонаж будет допускать ошибки во время ковки. Может подпортить изделие. Отправляйте работников спать, чтобы восполнить энергию. И чем комфортнее кровать, тем быстрее персонаж наберет силы. А кто шляется по моему дому? А, вот он, да, все, принес. Где-то раньше был. Давай поспим тогда. У нас в любом случае ночь. Я думаю, что ночью спать, наверное, надо. Это было бы логично. Вот, он также еще получает уровень кузнечного дела потихоньку. Все, я проснулся, энергию восполнил. Ну, блин, а я не знаю, что мне делать. А, можно, кстати, да, перековать, действительно. Давайте займемся перековкой. Так, а на 1, 2, 3 я могу как-то? Да, я могу на 1, 2, 3, 4 менять скорость. Это удобно. Так, ну мне надо еще один заказ сделать. Неподалеку начался серьезный лесной пожар. Эффекты. Цены на древесину повышены. За заказы платят больше. Охотники приходят реже. Вот так вот. Офигеть, а все горит. Жесть, прикольно. Так, ну я думаю, что стоит, наверное, все сначала переплавить. А потом будем открывать. Хотя сейчас пока у нас... Давай мы, наверное, откроем. Продолжим пока выплавку. Придут люди, тогда уже... Вот, видишь, как раз у нас приходит человек. Я последнее выплавляю. Все, заказ я взял. Пойдем. Погнали. У меня опять кончается руда. Время строить шахту. Рано или поздно вы начнете расширяться. А, подожди, скорость. Быстро, быстро, быстро. Так, нужно строить шахту. Постройте комнату под землей. Так, подожди, давай уменьшим скорость. Комнату под землей, да? Построить комнату. Тип помещения. Конструктор помещения. Ну, наверное, комнату, да? То есть вот так. Оп. Тип крыши. Обычная комната. Окей. Строительство. Каждая комната занимает некоторое время. Придется подождать, пока строитель закончит работу. Хорошо, что не мы сами строим эту комнату. Так. Что у нас? Ну, у нас пока все неплохо у нашего главного персонажа. Продолжаем дальше ковать. А я могу посмотреть, допустим, какой фракция нам принадлежит? Нет? Что-то как-то непонятно, могу ли я это посмотреть или нет. Нигде это не указано. Ну, шахта делается потихоньку. Я могу, кстати, у меня вроде бы есть свободное место для еще одного персонажа. Так. Какую-то штуку непонятную надо ему сделать за 11 монет. Жует стоит такой. Что-то хавает. Пришел что-то похавать. А, вот, то есть мы делаем для Франции. Да, точно. Вот висит флаг. То есть мы работаем как бы на них сейчас, да? Увеличиваем именно, получается, отношение с фракцией. Отлично. Теперь комнате необходимо дать назначение. Каждая комната имеет свою функцию. Комната, которая не имеет назначения, необходима мебели, будет оставаться неактивной. Подождите, он сказал, знаешь, чтобы, наверное, прийти к комнате и покупке мебели. Так. Да подожди, давай сделаем эту штуку ей. Значит, что у нас тут? Вот, шахта. Майн. И чё? Ну, я нажал. Требуется подвал и ящик. Так. Кривой деревянный ящик. Делаем кривой деревянный ящик. И чё ещё требуется? Подвал. Подвал, да. А подвал где здесь? Столы. А, вот, спуск к шахту. Ага, ну вот здесь, допустим. Вот так, да? Всё, по идее, оно работает. И я либо сам, наверное, туда смогу ходить за рудой, либо посылать туда работников. Пока никакой миссии у меня нету. Так. Для франции вам нужна подкова. Будет вам подкова. Настоящее бедствие. Да, это бедствие. Интересно, кто наш персонаж сам по национальности? У нас есть Англия, Франция, бандиты, Холли Си, какой-то, не знаю, священная. А, это типа это... Ну, короче, папа типа, да? А это ведьмы. В одиночку работать кузнецей тяжело. Староста деревни подыскал вам троих молодых людей, которые хотят стать вашими подмастерями. Террис, новый человек в деревне, прибыл из Гасконии. Меня зовут Террис, мастер-кузнец. Монти, местный ловкач и пройдоха во всём пытается походить на дворянина. Ха-ха, забавный такой. Я Монти, сэр. Давно хотел устроиться к вам подмастерями, если позволит. А это Валун, победитель всех деревенских состязаний и потасовок. О, вот, вот Валун мне нравится такой. Настоящий мужчина. Много чего умею, силы не занимать. Пху, зовут Валун, пригожусь, точно. Кто же из этих достойен стать вашим подмастерем? Я возьму Валуна. Фракция, получается, у Англии увеличится, у Франции уменьшится. Ну, у меня у Франции вроде бы норм, да, как раз таки. А вот у Англии... Да, давай, наверное, возьмём его. Спасибо, я буду полезен. You know, have your appointment, you will need a room. Понятно. Всё переведено на русский язык, понимаю. Пора за дело. Примите, примите, выполните пять заказов с помощью Валуна. Французский сборщик налогов. Ты кузнец, да? Именем его величества, Дофина. Дофина. Франции, я уполномочен собрать земельные подать на благо нашего Отечества. Всючестных людей обдираете, кем бы вы ни представлялись. Будешь платить или нет? Франция требует от вас заплатить 12 монет в качестве земельной... Подать. И каким будет ваше решение? Ну, наверное, заплатить. Так, на паузу. Отправить Валуна и изготавливать заказы на наковальню. Так, а я тогда... А я тогда... Подожди, у меня руды нету. Мне нужна руда. Ну, 20 руды, да? Сразу можно так купить. Типа, оп. Я тогда пойду в шахту. Я ж могу идти в шахту, да? А Валун... Где он, кстати? Работники кузни будут требовать выплаты жалования, чтобы продолжить работу. Отказ расстроить и настроение пойдет сильнее. А, то есть мне им еще платить надо, блин. Так. Валун, ты где? Вот он. Пришел. Давай, братец. Ты, наверное, немножко... Нам надо немножко слитков. Хотя бы 6 штук. Вот. Здесь, блин, у ребят все плохо. А сколько я буду добывать слитков? Ну, что... Что-то я добыл там точно. Так, пойдем. У него боязнь пауков. Время работы в шахте. На этого работника упала целая куча пауков. При работе в шахте он оглядывается в поисках этих чудовищ с шансом 10%. Блин, ну то есть... А, блин, сорян. Сорян. Отказаться. Отказаться. Извините, извините, парни. Извините, не успеваю. Не успеваю. Завал. Буквально завал. Поставим вот так вот на постояночке. Пускай будет. Так. Это получается, что я теперь не буду покупать руду. Ну, возможно, когда-то буду, да? Но... Теперь я смогу добывать руду сам. Ну, наверное, лучше отправить валуна теперь на добычу руды. А у него тоже боясь пауков. Ты понял? Все боятся пауков. Спайдермен. Спайдермен. Ты будешь работать? Работает. Все. А ты... А, ну все. Они работают. Просто как-то странно. Валун там что-то делает. А, ну, видимо, ждет, пока, знаешь, там что-то выплавится. Ну, вроде бы денег, смотри. Мы получаем неплохо. То есть, прям заказы идут и идут. Но тут прикол в том, что у меня валун, наоборот, должен стоять на наковальне. Я вот только сейчас это заметил. Поэтому давайте, ребятки, вы, наверное, поменяйтесь местами. Пускай валун у нас занимается ковкой. Не хватает слитков. Не хватает, блин, слитков. Сколько там надо? Там, по-моему, надо было три слитка, нет? А, вот четыре слитка надо было. Хорошо. А тут вот три слитка надо. Валун с печи. Чем выше престиж вашей кузницы, тем привлекательнее она будет выглядеть в глазах богатых клиентов. Повышайте престиж и улучшайте прилавок. Можно привлечь толстосумов, готовых платить за заказ куда больше, чем крестьяне. Кроме того, с улучшением прилавка увеличивается максимальный запас слитков и дерева для мастерских. Престиж повышается за выполнение заказов, но его максимальное значение ограничено. Улучшайте убранство дома, чтобы достичь более высоких показателей. С таким прилавком нам только простолюдинов и ждать. Пора сменить этот ветхий навес на что-нибудь бассолиднее. Чтобы улучшить прилавок, зайдите в меню строительства комнаты и нажмите на прилавок. Меню комнаты... Подожди. Стоп, нет, не сюда. Нажмите на прилавок. Обставить помещение, новую мебель, оформление, построить комнату, тип помещения, изменить конструкцию помещения. Построить комнату, улучшить прилавок. А! 150 золотых мне надо. И уровень престижа 20. Все, я пока типа это сделать не могу. Ну, продолжим тогда изготавливать заказы. Продолжим изготавливать. Количество прошедших дней. Два. Ну, вроде бы сейчас у нас все достаточно неплохо. Единственное, что опять руда заканчивается. Надо, наверное, пойти... О, ведьма идет, смотри. Ну, я могу это, в принципе, изготовить. Давай. Non-worked now. А, я не знаю эту технологию. Не, не будем принимать. Потому что я не знаю эту технологию. Подожди, а может быть Артур знает? Да, у них вроде бы одинаковые инструменты. Да, тут, по всей видимости, нужны другие инструменты. Здесь отказ, а здесь принять. Но, блин, мне не хватает пока руды. Сколько он за раз приносит? Семь... Две. Получается. Две руды за одну такую ходку он приносит, условно. А что столько ведемся достало пригодить? Тебе я не помогу, сорян. Ну, вот, кстати, если вроде бы отказываешься, то... Они воспринимают это нормально, да? 67. Ну да, вроде бы они воспринимают это нормально. Давай пока закроемся. Все-таки я же могу закрываться, правильно? Мне надо подготовить, наверное, все. Чтобы у меня было больше слитков, больше руды. В общем, как-то так, друзья. Если вам понравилось, вы хотите продолжение, поддержите это видео лайком. Давайте 30 лайков наберем. Вот. Если кто-то тоже хочет поиграть в эту игру, она находится в стиме. Она сейчас бесплатная. Можно поиграть в демку. Не знаю, когда будет выход игры именно в релиз. Но думаю, что довольно-таки скоро. С вами был Корвид. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok